Всем доброго времени суток! С 11 по 13 сентября 2020 года шахматный мир вновь увидит Гарри Каспарова за доской. И пусть в этот раз это будет турнир не по классическим, не по быстрым и даже не по блицу шахматам, а по фишеровским шахматам, либо шахматам 960, либо шахматам 9LX, как называют их в Сент-Луисе. Но так или иначе Каспаров вновь будет играть, вновь будет творить и за этим будет наблюдать весь шахматный мир. А мы вспомним о том, как проходили его встречи в прошлый раз, ровно три года назад, когда Гарри Каспаров выступал в том же Сент-Луисе в турнирах по быстрым шахматам и блицу. И сегодня вспоминаем победу Гарри Кимовича над Хикару Накамурой. Итак, Гарри Каспаров, Хикару Накамура. Гарри Каспаров играет белыми. Контроль времени 5 минут плюс 3 секунды дилея. Или бронштейновский контроль. То есть, делая 10 ходов, вы не сможете суммировать время. У вас на часах всегда будут оставаться эти дополнительные 3 секунды. Фигуры расставлены, фигуры поправлены. Руки пожали друг другу соперники. И Д4, КФ6, С4, Е6. Конь С3, слон Б4. Задумывается Каспаров. Очень интересно, как выбирает и почему выбирают такие сильные топовые игроки варианты того, те или другие варианты. Но так или иначе, в этой партии Каспаров играет Ферзь С2. Играет вновь, потому что на этом же турнире, Так, небольшой диалог, потому что ход А3 Каспаров сделал очень быстро, не дав Накамури переключить часы. Но этот спорный момент пройден. И возникает позиция, которую Каспаров на этом же турнире уже несколько раз применял в партиях. В партиях с Ароняном, в партиях с Анантом. Аш4. Вот такой вот ход, неожиданный ход, крайней пешкой. Безусловно, подготовленный Гарри Кимовичем для этого турнира. Немного блицорский, наверное, где-то. Может быть, даже немного некорректный, но так или иначе, очень острый и интересный. С5 делает ход Накамура. Интересно, почему он не повторил партию Ароняна. Ход, сделанный в партии Ароняна с Лонбаси. Либо не сыграл слон А6. Но так или иначе, он предпочел движение пешки Аш ответить движением пешки С. ДС, БС. Но это решение, скорее всего, не столь удачное, как развитие слона белопольного. Скорее всего, черным все-таки стоит предпочесть делать ходы либо слон БС, либо слон А6. Но в этой партии было сыграно С5. И после ДС, БС и непродолжительного обдумывания Каспаров играет Аш5. Продолжает марш своей пешки. Пешка еще немного и дойдет до поля Аш6, еще немного и ослабит королевский фланг черных. Именно из-за этой неприятной идеи Накамура решает сыграть Аш6. Но ход Аш6 хоть и является защитой от продвижения белой пешки на Аш6, но также пешка на Аш6 становится так называемой зацепкой. Белым проще атаковать пешку на Аш6, нежели пешку на Аш7. И Каспаров обдумывает тоже достаточно непродолжительное время. В Блице тяжело подумать больше. Все-таки время очень ограничено и очень где-то быстро, интуитивно надо принимать решение. Ходит Ж4. Уникальная позиция. Белые и не думают о развитии фигур. Все дебютные постулаты забыты. Казалось бы, ферзь в центре, король в центре. Пешки на фланге бегут вперед. Но за доской все-таки Каспаров. Ферзь Д5 следует ход. Удивляет это предложение размены ферзей Каспарова. Почему? Потому что после размены ферзей атакующий потенциал белых на королевском фланге все так же велик. Они также могут пойти Ж5 и ходят Ж5. Но после размены ферзей король белых, который в центре, это больше не головная боль белых. Уже не стоит беспокоиться о каких-то возможных шахах. Например, на А5, стой ферзь на Д8. Наоборот, король в центре часто бывает силой. Довольно отодвигает стул Гарри Кимович. Видим, что он доволен итогом дебютной перепалки, которая сразу же практически миновав, Миттельшпиль перешла в Эншпиль. Ф6, слон Д2. И, как я уже отметила, этот Эншпиль, он достаточно опасный и острый для короля черных. Все-таки не стоит забывать о возможности белых провести А6 в той или иной редакции. Немного подумав, решает развить коня Накамура конь С6. Но проблема в том, что после хода конь С6 ладья С1, ни одна фигура и пешка черных не в силах защитить пешку на С5. Поэтому Накамура жертвует пешку С5 ходом конь Д4 с тем, чтобы после ладья БЦ5 побить на Ф3 и испортить несколько пешки королевского фланга белых. Сдвоенные пешки это все-таки несколько неполноценные пешки. И на этом и надеется Накамура. Слон Д7 сыграно. Здесь происходит выбор плана. У белых есть несколько интересных возможностей, связанных как с атакой короля, так и с централизацией. И вот Гарри Каспаров останавливает свой выбор на переводе ладьи через фланг в центр, в район поля Д4. Решает, что прежде всего необходимо централизоваться. Здесь, кто знает, может быть было бы точнее все-таки продолжать атаковать королевский фланг черных. Ладьяев Б8, нападая на пешку Б2. Б4, А6. Сыграно, не давая белым где-то пойти Б5 и захватить пространство на ферзевом фланге. Итак, у белых преимущество двух слонов. Лишнее, хоть и сдвоенная пешка, но что самое главное, это то, что у белых большинство, пешечное большинство на ферзевом фланге. Это значит, что практически все эншпиля, которые могут возникнуть, они будут в пользу белых. Например, пешечный эншпиль, он абсолютно выигран для белых. Соответственно, практически все размены на руку белым. И об этом стоит помнить, играя этот эншпиль. Уверена, что Каспаров об этом помнил. Ладья Д4, слон Б5, предлагая разменять одну пару слонов и лишить белых так называемого преимущества двух слонов. Но, естественно, Каспаров не бьет на Б5, тем более после хода слон Б5 мог последовать ход АБ, скрывающий ладью по линии А. Слон Ж2 следует, ладья Е8. Все бы у белых было великолепно, если бы не этот неприятно расположенный конь в центре доски. Идеальная просто фигура, стоящая на прекрасном центральном пункте. Белые могут побить коня, но проблема в том, что тогда возникает так называемый разноцвет, то есть на доске останутся только разноцветные слоны, пусть и при наличии ладей. Это все-таки большое достижение черных, уменьшает несколько перевес белых, и поэтому, подумав какое-то время, Каспаров решает пока не торопиться с взятием на Д5, а сделать несколько усиливающих позицию ходов. Слон Ф3, король А7, слон С3, черные тоже усиливают свои фигуры, ладья Е7, король Д2, ладья Д8, заняли ладьи центральной линии, и где-то, наверное, Хикару хочется играть ладья Д7, затем пойти либо конь Ф6, либо уже рассмотреть идеи, связанные с ходами конь Ф4, либо конь С3. А времени становится все меньше на часах, мы точно не видим показания часов, но по ощущениям уже, наверное, около двух с половиной минут осталось у белых до конца партии. И подумав немного, все-таки решается Каспаров на размен этого коня, и дальше на размен ладей. Вот это очень неожиданное решение, потому что любой сильный шахматист вам скажет, что практически большая часть шпилей с разноцветными слонами, она ничейна, даже несмотря на какой-либо материальный перевес на доске. Здесь материальный перевес не так велик, это всего лишь одна пешка, но очень важный факт, о котором мы, я думаю, до сих пор не забыли, не забыл и Каспаров, это тот факт, что на ферзевом фланге у белых большинство пешечное. И это значит, что достаточно просто будет образовать проходную пешку. Давайте посмотрим, к чему это все приведет. Не понимает Накамура. Идея Каспарова меняет ладей, ну, размен совершенно правилен. Король Е3 сейчас последует. После небольших движений пальцами, понятно, что белые бегут королем в район пешки А6, чтобы помочь своим пешкам А4, Б5 организовать проходную. Ж6, и вот это критический момент партии, позиция ничейная. Равный Эншпиль уже, то есть где-то часть преимущества Каспаров потерял, но здесь следует необычное решение, которое, уверенно, привело к тому, что Каспаров выиграл. Он ходит А6. Удивлен Накамура не понимает, в чем дело. Король А6, король Д4, не думая делает ход король Х5, а этот ход уже решающая ошибка. Черным необходимо было бежать королем как можно быстрее на ферзевый фланг, чтобы помочь своему слону остановить пешку Б. После король же А5, король Ц5, король Ж4, слон Д2, позиция безнадежна, потому что король уже слишком далеко от пешки Б находится. Король Б6, видим мы по жестикуляции Каспарова, что он очень доволен. Ферзь уже готов к проведению, поставлен рядом с доской, чтобы не потерять ценные секунды на его проведение после того, как пешка добежит до Б8. И только здесь, мне кажется, только здесь Накамура начинает понимать, что позиция безнадежна. Она на самом деле безнадежна, потому что король черных пошел не по правильной траектории. Надо было ходить на Ж7 и вот таким вот образом делать ничью. После же хода король Х5 в партии последовало... Сейчас последует слон Б5, но слон С8, конечно, здесь тоже уже помочь не может, потому что белые просто образуют проходную пешку и проведут ее не в ферзи, но вынудит черных отдать слона за эту пешку. А слон на Д2 держит пешку на Ф4, и черные никаким образом не смогут поменять эту последнюю пешку на доске, которая необходима белым, безусловно, для победы. Только сейчас, да, Накамура понял всю опасность этого эншпиля, но уже поздно. Уже поздно, А4 следует. Слон Ф1, Б5, белые образуют проходную пешку, съедают черные на Ф2, король С6, король Е2. Попытка как-то, как-то поближе прибежать королем, но нет, слон С1. Король Д1, слон А3, король Д2, слон Е7, и сдается Фикару Накамура, выскакивает буквально из доски Гарри Каспаров. Такая вот интересная дуэль, блиц-дуэль между Гарри Каспаровым и Фикару Накамурой. Надеюсь, что она вам понравилась, и надеюсь, что мы все вместе будем вновь наблюдать за игрой Гарри Кимовича Каспарова, пусть фишеровские шахматы, но за этими эмоциями, за этой жестикуляцией, за яркими идеями, которых, безусловно, шахматному миру не хватает, с тех пор, как Гарри Кимович решил покинуть профессиональные шахматы, приостановить свою карьеру профессиональную шахматиста, но так или иначе, можно пересматривать партии и переживать вновь и вновь эмоции, которые доставляет игра Каспарова многим болельщикам и шахматному миру. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. С вами была Александра Костенюк. С вами был Игорь Негода.